Добрый вечер в эфире ПДИ на телеканале ЛОД в студии Дарья Расторгуева-Куценко. Время подвести информационные итоги среды. Сегодня в выпуске. Как привлекать инвестиции и писать грантовые заявки в Сватово провели игровой семинар-тренинг для активных жителей района. Тренинги British Council направлены на социальные проекты, которые она же финансирует на 15 тысяч рублей. Львовские пограничники остановили условное наступление боевиков и захватили вражеский блокпост. Руки, руки! Руки за спину! Руки за спину! На 15 дня участники акции пришли под здание Верховной Рады, где провели митинг. Организаторы марша выдвинули несколько требований к власти. Прекратить тарифный геноцид, не приватизировать стратегические и прибыльные предприятия, не отменять мораторий на торговлю украинской землей, остановить торговлю с оккупированными территориями Донбасса и разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Напомним, чтобы поддержать марш национального достоинства, вчера в Киев отправились 120 северодончан. По телефону ПДМ лидер инициативной группы национального корпуса Владислав Кириллов рассказал, что они выдвинули к власти бессрочный ультиматум. По его словам, митинг прошел мирно, никаких провокаций со стороны митингующих не было. Лидеры наших организаций в Верховную Раду с трибуны озвучивали те вымоги, которые мы предоставляем дипломатам. И мы очень надеемся, что власть одумается и будет предпринимать какие-то действия. На данный момент ответа нет. Будем ждать в ближайшее время как лично официальные заявления, потому что хотел бы сделать такой вот акцент. 20 тысяч человек, ориентировочное количество митингующих, которые приехали под стеной Верховной Рады в Киев. Это люди, которые добирались от всех уголков Украины. Этот митинг был абсолютно не проплачен. Ни один из участников митингов не получил в Киеве. Я думаю, что это внушающая цифра даже для солицы. И мы очень надеемся, что голос народа будет услышан в этот раз. Как привлекать инвестиции на места и писать грантовые заявки? Этому в игровой форме учили представители территориальных громад Сватовского района. Семинар-тренинг длился два дня. По его окончании все участники получили сертификаты о прохождении обучения. И многие из них уже готовы воплощать свои идеи в жизнь. Подробности у наших корреспондентов. Семинар проходил в форме игры и живого общения. Тренеры уверены, именно так смогут в доступной форме донести главный смысл. Решить любую проблему возможно только объединив усилия. Мы хотим своим тренингам помочь людям, показать им, что объединяясь они могут многое сделать. Данные тренинги, тренинги British Council направлены на социальные проекты, которые она же финансирует на 15 тысяч гривен. Подобные тренинги проходили в Северодонецке. И они, говорят специалисты, принесли свои результаты. После этих тренингов было написано пять проектов подано. Они ничего не финансировались, то есть они рассматриваются пока. Эти проекты были написаны луганчанами, северодончанами, лисичанами и рубежанами. На семинар в Сватово приехали представители территориальных громад района, местных общественных организаций и просто активные жители. Некоторые из них уже готовы подавать на рассмотрение свои проекты. Семинар-тренинг в Сватово инициировала глава районного совета Вита Слепец. Она уверена, в нелегкое для Луганщины время привлечение инвестиций из различных фондов поможет решить проблемы громад. По окончании тренинга все участники получили сертификаты о прохождении обучения. Юлия Щербак, Події. Львовские пограничники остановили наступление боевиков на границе и захватили вражеский блокпост. Правда, это победа – сценарий учений пограничного спецназа «Шквал». Солдаты тренировались отражать внезапную атаку противника, а также освоили все виды оружия, необходимые на фронте. Ведь вскоре они возьмут в руки пулеметы уже в реальных боевых условиях на Донбассе. Сегодня на полигоне недалеко от города Великие мосты горячо, как на фронте. Перед спецназовцами стоит сложная задача. Условную линию границы противник оккупировал на бронетехнике. Украинские бойцы сначала применяют стрелковое оружие. Когда пограничники замечают вражеские танки, противника пытаются остановить гранатометным огнем. А вот в этом здании, по легенде, боевики устроили тайник. Чтобы обезвредить противника и не получить потерь, бойцов обучают действовать слаженно и быстро. Считанные секунды и спецназовцы уже внутри помещения. Фот! Руки добрые! Руки за спину! Найважливее, чтобы отработать эти все элементы по парах, научить чувствовать военнослужащих, чувствовать, скажем так, плече товарищей. Чтобы они постоянно действовали в парах. Такой пограничный спецназ на Львовщине создали в 2015-м. За это время большинство ребят ни разу не были в зоне АТО. Для кого-то это первая военная муштра. Підроздил принимал участие как по посилению охороны лініи розмежувания в зоне АТО на Маріупольском направлении, так и в районе тимчасовой межи с Республикой Крым. Практически навыки бойцы будут отрабатывать на полигоне еще несколько месяцев, после чего часть военных направят на линию фронта, другую – служить на западной границе Украины. Наталья Кулик, Павел Замри, из Львова, для Пудий. И это не вся информация, которую подготовили для вас журналисты Пудий. Далее в выпуске. Культурный десант. Северодонецкие художники удивляют своими работами жителей Лисичанска. Восхитительная выставка. Гиревой спорт не для слабых духом. Победители областных соревнований представят Луганщину в чемпионате Украины. В школах оккупированного боевиками Луганска учителя заставляют детей оформлять псевдопаспорта. Пропагандисты и недогерои террористических ЛДНР категорически против принимать несуществующее гражданство и псевдодокументы. А в Луганской квазиреспублике чиновники-сепаратисты решили распродать отжатое у людей имущество. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. В школах оккупированного боевиками Луганска детей заставляют получать псевдопаспорта непризнанной ЛНРе. Учителей принудили вести поучительные беседы на эту тему. Об этом пишет Лига.нет. Итак, после так называемого признания псевдодокументов фейковых ЛДНР, Россией пропагандисты-сепаратистов начали свою работу по принуждению людей оформлять их бумажки. Первыми под каток пропаганды попали школьники. Старшеклассники нескольких школ захваченного Луганска сообщили, что учителя оказывают на них психологическое давление. Преподаватели внушают детям, что получить так называемые паспорта террористической организации ЛНР нужно в обязательном порядке. На многих детей такие речи подействовали. В одной из школ только два человека решили получать украинские документы. С учителями беседы тоже проводили. Директора школ на собрании с педколлективом сообщили, что все, кто не желает проводить подобную пропаганду среди детей, могут смело увольняться. Такие стандарты вне народной псевдореспублики. Пока детей заставляют оформлять непризнанные документы, пропагандисты боевиков оформляться не спешат, а так называемые герои Донецкого недокосударства предпочитают забыть о своем псевдопаспорте. Об этом пишет Луганский Радар. Итак, советник террориста Захарченко, российский писатель Захар Прилепин не видит смысла получать паспорт несуществующей республики. Говорит, подобную бумажку может оформить в любую минуту, но делать это не намерен. А вот псевдогерой фейковой ДНРи, сторонник донецких боевиков, российский певец Иосиф Кобзон и вовсе предпочитает забыть о наличии у него так называемого паспорта непризнанной ДНР. Кобзон заявил, что у него нет такого псевдодокумента. При этом еще в 2016 году певец гордо демонстрировал свой недопаспорт одному из российских изданий. Тогда он заявил, что с 25 мая 2016 года он гражданин Донецкой квазиреспублики. Правда, скоропостижно об этом забыл. Видимо, уже не модно быть гражданином террористической организации. В Луганской псевдореспублике объявлена несезонная распродажа чужого имущества. Об этом пишет информатор. Чиновники-сепаратисты весь 2016 год планомерно и ответственно отжимали у людей все, что не так лежало. В списках на псевдонационализацию значились как квартиры и машины, так и ничейное сало. И вот недоналоговая луганского псевдогосударства решила с молотка продать якобы бесхозное имущество. Правда, в списках на аукцион нет ни отжатого боевиками транспорта, долгостроев и домов. Там лишь уголь, автомобильные запчасти и сигареты. Ассортимент автозавчастей свыше 4000 наименований. Уголь выставлен маркете в количестве 339 тонн, а сигареты производства Донецкой псевдореспублики в количестве 40 тысяч патчев. Продают то, что оккупантам не пригодилось. Все желающие купить свои вещи второй раз могут участвовать в аукционе. Экспозиция северодонецких художников и мастеров открылась в Лисичанском краеведческом музее. Три творца представили три разных направления в искусстве. Посетители рассматривали их работы под музыкальное сопровождение. Чем удивляли, расскажет Светлана Попова. Светлана Попова Уехал в Испанию. Испытывает чувство ностальгии по родному краю. Здесь же хранятся и его стихи. Я иду по пассео де Грация. Я сегодня курю беломор, что сестра привезла в эмиграцию из-за моря, мне из-за гор. Произведения народного мастера декоративно-прикладного искусства Украины Анатолия Беленецкого привлекают особое внимание. Это ковши, разносы, разделочные доски и другие предметы кухонной утвари. Этой выставкой будет какая-то, подвожу я черту в определенном творчестве, в определенном направлении творчества. А дальше, я думаю, где-то пойти в другие направления. Борис Романов – признанный мастер экслибриса. Это книжные знаки или ярлыки с именем владельца книги. Его работы экспонируются в музеях, галереях искусств и находятся в частных коллекциях во многих странах мира. Такое признание – это результат многолетней кропотливой работы, совершенствования стиля, непрерывного творческого поиска. Художник не для чего-то делает, а в первую очередь вот такой эгоист для себя. Потому что без этого просто невозможно. Экслибрис и Бориса Николаевича привлекают глубиной мысли. Арка дружбы народов, в частности украинского и русского, в Киеве, которая находится. То, что произошло, вот здесь отображено. Лисичане подолгу всматривались в работы художников, пытаясь разгадать их замыслы. Восхитительная выставка. Работы на самом высоком уровне. Работы Галимова. Ну, необыкновенно. Я остановилась вот на работе. Это нужно над ней стоять и думать, что художник хотел сказать. Посетить выставку можно до 14 марта. Светлана Попова, Александр Буряк, Подье. И к новостям спорта. Областные соревнования по гиревому спорту впервые прошли в Белокуракеном. В первенстве между собой соперничали более 50 гиревиков из трех районов Луганщины. Сильнейшие представят наш регион на чемпионате Украины по гиревому спорту. Как это будет и кто стал сильнейшим, узнавала Елена Зверхановская. Областное первенство по гиревому спорту состоялось в Белокуракенской школе номер один. Четыре команды из трех районов области Старобельского, Белокуракенского и Ново-Псковского соревновались в эстафете, рывке и жиме гири. Говоря об уровне этих соревнований, нужно отметить, что в соревнованиях приняло участие шесть кандидатов мастера спорта, четыре мастера спорта и один мастер спорта международного класса. А также четыре человека, вернувшиеся в октябре месяце из Италии, где участвовали в чемпионате мира по гиревому спорту и вернулись оттуда чемпионами. Ирину Григоренко в гиревой спорт привел интерес. В свои 19 лет девушка мастер спорта международного класса, мировой рекордсмен среди юниорок и многократная чемпионка мира. Просто было интересно посмотреть, как там все происходит. Потом раз, два, пришла, так вот занимайся, 34-й год. Белокуракенские гиревики свои победы и спортивные достижения посвящают тренеру и наставнику Григорию Маргунову. Он первый мой учитель, наставник, привел любовь к гирям. Благодаря ему я достиг очень хороших результатов в гиревом спорте и неоднократно был чемпионом области и Украины. 75-летний Григорий Маргунов пришел в гиревой спорт достаточно поздно, в 38 лет. Но это не помешало ему в первые два года тренировок стать кандидатом в мастеры спорта, многократным победителем областных чемпионатов, победителем республиканских турниров, чемпионом Украины среди ветеранам и хорошим наставником. В мое время было такое выражение, гиревик это тот, кто на соревнованиях поднимает столько, сколько может. Потом поднимает то, чего уже не может. Потом поднимает то, чего никак не может. И потом, наконец, еще чуть-чуть. Вот что такое характер гиревого спорта. Первое и второе общекомандное место в соревнованиях заняли гиревики из Старобельского района, третье – Белокуракинские спортсмены, четвертое место у команды из Новобского. В личном зачете лучшие результаты показали два спортсмена из Белокуракина и пять старобельчан. Они представят Луганскую область на чемпионате Украины, который пройдет в Киеве 25 февраля. Елена Зверхановская, Владислав Кровец, Юрий Ромасюк, ПОДИ. Это все новости на сегодня. О погоде на завтра, 23 февраля, в прогнозе синоптиков. В четверг, 23 февраля, в Луганской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью мокрый снег, переходящий в дождь. Днем дождь, местами голорезится. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью от двух тепла до трех мороза. Днем столбик термометра покажет плюс один, плюс шесть градусов. Ночная температура воздуха в Севердонецке около нуля. Днем воздух прогреется до шести тепла. В Луганске, по сообщению метеорологов, температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до двух градусов со знаком «плюс». Днем 4-6 градусов тепла. Мы всегда открыты для вас. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. Самая свежая информация о событиях Луганской области на сайте LOTLGA и в новостях Радио Пульс. На этом я прощаюсь с вами. Не бойтесь воплощать свои идеи в жизнь. До встречи завтра на телеканале LOTLGA. Субтитры подогнал «Симон»!